Всех приветствую на канале Чуча ТВ. Сегодня я постараюсь ответить на многие ваши вопросы касаемо трех достаточно популярных хотендов E3DV6, NF-ZONA и Crazy Хотенд. Также проведем ряд интересных экспериментов и тестов. Первым делом поговорим о всем известном E3DV6, который был куплен в магазине Mellow Store. В комплекте по умолчанию идет цельнометаллический нержавеющий термобарьер. Но как показала практика и предыдущие тесты, он никуда не годится при печати легкими материалами, такими как пылопластик. Происходят периодически какие-то пробки, забивания и так далее. Из-за того, что горло имеет достаточно толстую стенку, очень сильно передает нержавейка тепло и даже вот такой массивный радиатор не всегда справляется с этой задачей. Поэтому такой термобарьер я не рекомендую брать в комплекте. А лучше на замену его прикупить биметаллический термобарьер ценой там 8 долларов. Он однозначно стоит своих денег и отлично работает, как показала практика. Также как вариант можно купить новые технологии, это аэрокосмический термобарьер с высокотемпературной керамики, о которой я делал отдельный обзор. Но как вы уже заметили, данный термобарьер немножко отличается от предыдущей версии, за счет наличия вот такого специального фланца, который имеет шестигранную геометрию под ключ. Данную конструкцию я лично разработал и сбросил чертежи Mellow Store и они очень оперативно доработали термобарьер. Суть данного фланца заключается в том, во-первых, жестко встать на наш радиатор и самое главное с помощью ключа M8 иметь возможность его хорошо зафиксировать на нашем радиаторе и при необходимости таким же образом легко его открутить и демонтировать. К такому решению я пришел неспроста. Для того, что первая версия керамического термобарьера у меня сломалась из-за того, что резьба очень сильно засела в нашем радиаторе, я попытался открутить ее за вот эту вот резьбу плоскогубцами и в итоге просто сломал керамику. Но с новым видом термобарьера здесь уже проблем таких не будет и открутить с радиатора будет намного легче и безопаснее. При этом хочу отметить, что данный аэрокосмический термобарьер показывает себя просто великолепно в работе. За счет использования высокотемпературной керамики, которая практически не передает тепло. Такому термобарьеру не особо даже нужен большой радиатор, как у E3DV6. Но если вы его поставите на E3DV6, то работать он будет просто отлично. Но еще раз повторюсь, друзья, керамика достаточно хрупкий материал. И если вы не уверены в своих силах и вы новичок, то рекомендую лучше купить биметаллический термобарьер, который показал тоже прекрасно себя в работе. С термобарьером E3DV6 мы разобрались. Теперь переходим к нашему NF-зон, у которого используется керамический термобарьер. То есть это по сути высокотемпературная керамическая трубка, которая надета на резьбовую часть и зафиксирована достаточно хорошо. При этом имеет гладкую поверхность и вот таким вот образом вставляется в наш радиатор. Естественно радиатор у нас служит отводом тепла. У многих зрителей возник справедливый вопрос, как правильно обслуживать данный hotend. Ведь здесь используется керамический барьер, который в любой момент может лопнуть, если неправильно демонтировать. Один такой барьер я уже сломал, так как попытался открутить сопло на горячую, вот таким вот ключом, зажав большим ключом наш нагревательный блок. Но во время удержания создал нагрузку на керамический барьер и он лопнул. Поэтому, чтобы не допустить таких ошибок, сейчас вам расскажу, как правильно демонтировать сопло. Все очень просто. Здесь у нас на радиаторе есть два винта поджимных, которые нам нужно немного ослабить шестигранником. После чего нагревательный блок вынимается вместе с термобарьером. Теперь можно не боясь удерживать наш нагревательный блок или же таким вот ключом, или же плоскогубцами, любым другим инструментом и без проблем открутить наше сопло. Многие из вас скажут, а как же вентилятор, который устанавливается поверх. Но обратите внимание, между лопастей легкий доступ идет к нашим винтам. К одному и ко второму. Сразу хочу отметить, что я делал очень много экспериментов и таким методом менял нагревательный блок, снимал сопло раз 20 или 30. И до сих пор вот этот вот термобарьер последний у меня работает просто великолепно. Я конечно же купил в магазине Mail of Store запасной такой термобарьер, но думаю, что он мне в принципе не пригодится, так как этот справляется отлично, и я уверен, прослужит очень долго. Самое главное правильно использовать методику демонтажа. И тогда у вас никаких проблем не будет. Но еще раз друзья повторюсь, несмотря на то, что данный термобарьер является универсальным и способен печатать всеми видами пластика, это не значит, что вы должны бежать и сразу его покупать. Я бы его использовал в определенных условиях. Например, при использовании термокамеры в 100 градусов и выше, где обдув вентилятора малоэффективен и высокие свойства керамики полностью решают эту проблему. Но для обычной повседневной печати достаточно будет использовать и вот такого E3DV6. Поэтому друзья, при покупке того или иного хотенда обязательно определитесь, какие нагрузки и условия будут при этом использоваться. Исходя из этого уже выбирайте нужный вам девайс. А теперь друзья переходим к нашему третьему хотенду, это Crazy Хотенд Magnum версия. Magnum это значит аналог вулкана, то есть для быстрой печати. За счет того, что здесь почти на сантиметр увеличена нагревательная область и благодаря этому данный хотенд может печатать очень быстро. Об этом Crazy я уже делал видеообзор, когда ставил его на свой самосбор CoreXY. Но сегодня я хочу более подробно рассказать о тех моментах и косяках, с которыми я столкнулся и которые решил достаточно просто. Принцип работы этого девайса заключается в следующем. Вот это у нас крепежный радиатор. Я его так называю. Он совмещен очень тонкими трубочками, которые имеют толщину всего лишь буквально там 0,15 мм. Очень тоненький. При этом наш вот такой вот форменный радиатор прикручивается к крепежу с помощью таких же тоненьких винтов, буквально в 1 мм, что позволяет избавиться от передачи тепла от нагревателя в радиатор. Посередине нашего хотенда идет очень тонкая нержавеющая трубка. Толщина стенки, представьте себе, одна десятка. То есть она практически как фольга. И на этой трубке установлен медный радиатор для отвода тепла. Благодаря такому решению тепла от нашего нагревательного блока передается на радиатор очень мало. То есть таким хотендом можно печатать по сути всеми видами пластика. Но в процессе эксплуатации я заметил, что с пыла иногда возникают проблемы. В комплекте с этим устройством идет вентилятор 2510 для обдува радиатора. Он устанавливается на посадочные места, но если друзья присмотреться к нему, то у нашего вентилятора посередине идет слепая зона. Здесь нет лопастей и она достаточно широкая. Она покрывает практически 100% нашего медного радиатора и соответственно перекрывает весь поток. Из-за чего обдув происходит только нашего крепежного радиатора, но не медного. И это самый главный косяк. И чтобы исправить эту ситуацию, я решил разработать специальный обдув радиатора, который выглядит вот так. С трех сторон я сделал частичные боковые уклоны, которые направляют поток воздуха от нашего вентилятора именно на медный радиатор. Благодаря такой конструкции мы получаем качественный обдув всего нашего хотенда. А теперь, друзья, проведем небольшой, но показательный эксперимент. Установим стандартный вентилятор 2510 на наш crazy хотенд. Поднимем температуру хотенда, например, до 200 градусов. Печать пола пластика. И проверим с помощью термопары, насколько прогреется наш медный радиатор. Температура хотенда составила 200 градусов. При этом температура на первом ребре нашего медного радиатора составила уже 45 градусов. Теперь ради эксперимента замерим температуру на последнем ребре. И здесь тоже температура не радует. 42 градуса. Если замерить температуру в области термобарьера, то она составила 53 градуса на поверхности. Внутри еще больше. Теперь установим наш распечатанный обдув радиатора. И вот так вот наша конструкция полностью теперь собрана. Сейчас обдув должен быть намного лучше и более эффективен. Делаем замер на первом радиаторе. 42 градуса. Теперь делаем замер на последнем радиаторе. Здесь у нас тоже 41 градус. А теперь замерим в области нашего термобарьера. Здесь у нас температура составила уже 47 градусов. И это очень хорошо для пола пластика. А вот, друзья, теперь еще один эксперимент. Мы берем такую же проставку, но без вот таких вот боковых направляющих. То есть, грубо говоря, вот такая вот пустая проставка. Сейчас давайте замерим первое ребро на нашем медном барьере. 39 градусов, друзья. Круто. А теперь последнее ребро. 38 градусов. Еще меньше, чем предыдущие показатели. Ну и теперь самое интересное в области термобарьера. Этого не может быть, друзья, 42 градуса в области термобарьера с верхней стороны. Ну что, друзья, теперь подведем итог. Без использования проставки наш вентилятор работает ужасно. За счет того, что практически полностью перекрывает наш медный радиатор. При этом использование вот такой вот проставки с направляющими дает чуть лучше результат, но не идеальный. А вот самое идеальное оказалось вот такая вот безреберная проставка, которая не мешает потокам воздуха. Ну и к тому же, если вы помните предыдущее видео по тестам вентиляторов, вот такие вот радиальные вентиляторы очень не любят дополнительные стенки и искривления, которые мешают потоку воздуха. И вот, уважаемые зрители, я распечатал правильную геометрию наш обдув, который имеет, видите, такие вот плавные переходы, без каких-либо направляющих. И благодаря этому мы получим максимально эффективный обдув. Также обратите внимание, что радиатор я перевернул вверх ногами. Эффективность его работы так намного лучше. А также помимо тефлоновой защиты, добавил еще и силиконовую прокладку. Я ее сделал из старой защиты хот-энда. Тепло от нашего нагревателя, именно от этой части, не будет подниматься вверх и соответственно не будет перегревать наш радиатор. При этом я считаю, что на такой крэзи хот-энд в идеале было бы поставить керамический термобарьер, но конечно с немного другой геометрией. При этом в такой конструкции термобарьер бы чувствовал бы просто великолепно себя и самое главное безопасно. И уже связался с компанией NF и Mellow Store и мы обсудили, как разработать вот такого типа термобарьер для NF в крэзи. Так что возможно в ближайшее время появится уже готовая версия. А пока устанавливаем нашу сборку на летающего медведя и посмотреть на что он теперь способен. В печати например пыла пластиками. И вот друзья мы собрали наш крэзи хот-энд, установили на летающего медведя. При этом я не использовал дополнительную проставку, чтобы увеличить высоту, а поставил так как есть. Единственное что пришлось это изменить немножко вот такой вот обдув, его укоротить по высоте. Температура 200 градусов, столб 55, скорость печати 60 миллиметров в секунду, откат 1 миллиметр. Печать происходит отлично, никаких дефектов, никаких оплавлений. Обдув справляется тоже великолепно и сам хот-энд вообще без труда работает с пылопластиками. Также хочу ответить на вопрос многих зрителей по поводу ультрабазы. У многих она плохо работает. Это случается со временем и это в принципе нормально. Чтобы обновить ее свойства, достаточно использовать вот такой вот клей БФ-2 плюс изопропиловый спид в пропорциях 50%. Я использую вот такую бутылочку, попшикал на холодную, потому что на горячую она сразу прилипает. Салфеточкой протер, растер и в итоге у нас ультрабаза работает просто идеально. Деталь оторвать от стола можно только на холодную, на горячую это невозможно. И вот наш недопечатанный кораблик Бенча. Обратите внимание, что подложка у нас легко отрывается. Это связано с тем, что зазор между столом и соплом немножко больше, чем нужно. Это наблюдается даже на самой модели. Видите, такие маленькие пропуски. Чтобы этого избежать, нужно зазор между столом и соплом немножечко уменьшить и мы получим хорошую качественную подложку. Но в целом укладка слоев получается очень даже неплохо. Есть небольшие дефекты и косяки, но они связаны именно с самим филаментом. Вот пожалуйста, у меня пришла вот такая вот бракованная партия пола пластика. Я даже не думал, что такое может вообще производиться. Такое ощущение, как будто погрызан мышами. Вот к примеру, PG красного цвета. Обратите внимание на разницу. Здесь он гладкий, как попа у младенца. Я думаю, разница ощутима. Поэтому помимо настроек самого принтера, обращайте внимание еще на сам филамент. Возможно, он у вас отсыревший. Возможно, он старой партии. Возможно, имеет такой вот брак, как у меня. И поэтому у вас детали получаются не очень хорошего качества. Но все равно, несмотря на вот такие вот дефекты, укладка слоев получается у нас хорошо. Тем более, мы должны учитывать, что у меня стоит Magnum версия, которая рассчитана на скоростную печать. У которой область прогрева достаточно большая, как у вулкана. А вот, друзья, и наши калибровочные кубики, которые были напечатаны пластиком пыла серого цвета. Пластик, конечно, ужасный. Но в целом укладка слоев получилась очень даже неплохо. На цвет видно, что поверхность зеркальная. Никаких наплыва, плавлений в области букв не наблюдаются. Верхняя крышка получилась практически идеально. Но все равно, друзья, качество печати может быть в разы лучше. И это связано именно с самим прутком. Но самое главное, наши доработки позволили печатать пыла пластиком на крэйзи хотенде без каких-либо проблем. И это радует. Надеюсь, эти лайфхаки помогут вам получить качественную печать. В следующем видео мы протестируем вот такой двойной хотенд от компании Mail of Store. Это Chimera плюс Cyclops. И для этого я даже взял новую плату от компании Fly. Но это уже будет в следующем видео. На этом я с вами прощаюсь. Не забудьте, что под видео есть ссылочки на все эти замечательные девайсы. С вами был Макс. До новых встреч. Пока.